Три достопримечательных места Ленинградской области в этом году получат уточненные границы, после чего там будет действовать особый режим. Речь идет о древнем поселении Старой Ладоги и главное о территории Невского пятачка, Невской Дубровки и прорыва блокады. Все потому, что места, где шли бои за Ленинград, сейчас активно застраиваются. Это беспокоит историков и ветеранов. Интенсивная застройка и тогда, когда в ходе строительства скрываются захоронения и на землю поднимаются останки воинов, вот это то, что вызывает у людей боль. И люди не могут мимо этого проходить. Члены нового общественного совета по сохранению культурного наследия, который создали при главе региона, согласились, что закрыть особые территории полностью нельзя. Например, Невская Дубровка должна за счет чего-то жить и развиваться. Но при этом здесь просто обязан действовать специальный статус ограничений. Весь этот контур, который представлен на слайде, там будет разделен на зоны, где будет расписано, в этой зоне делать ничего нельзя, а в этой зоне можно строить двухэтажные коттеджи. А в этой зоне можно строить четырехэтажные дома. Но мы не можем запретить деятельность всего поселения. Действительно подумать, я протокольно прошу записать, чтобы мы обсудили с вами, с Чайковским, с юристами, может быть нам пока вообще ввести мораторий, например, на год, на два, на любую промышленную и иную деятельность, включая выделение под карьеры, под дачи, под садоводство, пока мы не проведем обследование, не установим мемориальную зону. Историки, археологи, музейщики, чиновники в таком составе собрались впервые. Ленинградская область – богатый регион на памятники, достопримечательности и исторические места. Все их нужно сохранить, как заметил Александр Дрозденко, не только в файлах и фотоснимках, но главное – в реальности. Мы за последние 7 лет, почти в 100 раз, включая федеральный бюджет, увеличили финансирование на реставрацию памятников культуры Ленинградской области. И все равно этих денег нам не хватает. Несмотря на то, что в регионе еще много исторических мест, реставрацию которых никак не могут начать, например, Копорская крепость, список тех, где идут работы и которые стоят в планах, объективно велик. Памятники Выборгского замкового острова и города, Старая Ладога, усадьба Демидовых в Тайцах, Дом офицерского собрания в Новой Ладоге. Перечень большой, деньги выделяют. Теперь любые спорные моменты, которых немало в сфере сохранения памятников, будут разбирать члены профессионального сообщества. Глава региона предложил в следующий раз собраться уже не в кабинете, а на заповедной территории, в Выборге, Ивангороде, но первым пунктом в июне станет Старая Ладога. Директор музея Людмила Губчевская предложила губернатору все главные победы Ленинградской области отмечать выстрелом из пушки. Только теперь уже не с Петропавловской крепости, а с Ладожской, с раскатной башни, реставрацию которой планируют полностью закончить в этом году. Александр Дрозденко согласился, только предложил пушку подобрать хорошую, безопасную. Марина Челапко, Константин Веревки, Наталья Матьевская, Последнее известие, Санкт-Петербург.